Ученые КФУ совершают новые открытия, на этот раз в области химии. О новых разработках расскажем вам в следующем сюжете. Молодой ученый КФУ из Химического института имени Бутлерова создал электрохимическую ячейку из полимолочной кислоты. Она имеет небольшие размеры, около 30 кубических сантиметров, и позволяет проводить до 15 измерений в час. Цель нашей работы заключалась в том, чтобы спроектировать и изготовить из полимолочной кислоты с помощью 3D-печати проточную электрохимическую ячейку со сменно-модифицируемым реактором, с помощью которого будут возможны как клинический анализ, так и скрининг новых лекарственных препаратов. Электрохимическая ячейка представляет собой устройство, состоящее из емкости с токопроводящим раствором и электродов для осуществления электрохимических реакций. Устройство поможет распознать болезни пищеварительного тракта и нейродегенеративные заболевания. Также ячейка поможет устанавливать индивидуальную дозу медицинского препарата, анализируя скорость его выведения из организма и концентрацию в крови. Наша научная группа освоила полный производственный процесс создания данной системы, включающий печать ячейки, создание электродов к ней, модификацию реактора и проведение непосредственно самого анализа. Само по себе создание электрохимической ячейки не является чем-то новым. Однако ученым из КФУ удалось интегрировать в эту ячейку реактор благодаря использованию биосовместимых компонентов. Иными словами, речь идет о создании компактного, многофункционального, легкого возготовления оборудования с довольно низкой себестоимостью. Планируется и дальше развивать этот проект, в том числе путем создания новых модификаций для внутреннего реактора. Роберт Хасанов, Амир Ахтямов, Фарид Захитаглы, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова